В Грузии началась война плакатов. Сторонники закона об иноагентах, которые парламент страны выдвинул накануне, срывают со стен плакаты его противников. Те же, в свою очередь, активно чистят стены от листовок, в которых говорится, что нормативный акт близок к аналогичным западным. С улиц протестующего Тбилиси наш корреспондент Георгий Джабишвили. Оппозиция в Грузии снова громко заявляет о своих якобы поруганных правах. Так называемый марш свободы накануне начался на площади республики и завершился у здания парламента в Тбилиси. Требование демонстрантов остановить рассмотрение закона об иноагентах, которые, по мнению протестующих, отрывают страну от Запада и возвращают ее в луна России. В этом стремлении оппозицию напрямую поддерживает президент Соломезу Робишвили. Никто не смеет нас сокрушить. Некоторые вновь осмелились внести на рассмотрение российский закон. Это явно свидетельствует об их собственном поражении. Однако, как поясняют в правящей партии грузинская мечта, законопроект направлен не на разворот в сторону Москвы, а на укрепление суверенитета страны. Зарубежные финансовые потоки, как правило, западные, уже десятки лет вливаются в некоммерческие организации и политические партии. При этом никакой информации о деятельности иностранного капитала в стране не публикуется. Как считают представители партии, солидарность во имя мира, пора вывести на свет теневое финансовое влияние западных партнеров на внутреннюю политику Грузии. Конечно, очень положительно. Я думаю, что это надо было принять еще лет 5-6 тому назад, потому что финансирование, которое идет из Запада, по большому счету идет в карманы тех людей, которые за последние 30 лет занимаются одним из действий, дестабилизацией Грузии и превращением Грузии уже не полуколонной, а колонной Запада. Наши друзья, бывший посол США в Грузии и нынешний посол, они часто говорят, что 6 миллиардов потратили на Грузию, и они считают, что эти деньги пошли на благо грузинского народа. Но я думаю, что эти деньги пошли именно в этот НКО, который за 30 лет, особенно с 1996 года, когда уже Соединенные Штаты основательно взяли Грузию под свой контрол. Возмущения против предыдущей редакции закона об иноагентах весной прошлого года вылились в массовые беспорядки. Против протестующих полиция применяла дубинки и водометы. Тогда сопротивление правительству также поддержало президент Грузии. В прошлом году законопроект, по которому грузинские медиа и НПО, более чем на 20% финансируемые из-за рубежа, должны зарегистрироваться в специальном реестре агентов иностранного влияния, отправили на доработку. И вот он снова возвращается на парламентское рассмотрение. По этому поводу и проходят новые волнения. Сегодня на площади у парламента пусто, однако вчера здесь было не подтолкнуться, а в толпе наряду с грузинскими флагами были в равной степени представлены флаги Евросоюза и США. Это ярко указывает на прозападный настрой демонстрантов. Неудивительно, ведь если закон об иноагентах будет принят, то он коснется прежде всего финансовой прозрачности организаций, спонсируемых западными партнерами. Перед государством и народом придется опубликовать весь путь финансового потока. Поэтому, как ожидают в Белиси, все бурое возмущение оппозиция выплеснет на площадь в понедельник. Именно в этот день домечено рассмотрение законопроекта об иноагентах. Волнения всколыхнули не только Грузию. Эхо законопроекта перелетело даже за океан. В Вашингтоне, где, к слову, иноагентов не просто штрафуют, а сажают в тюрьму, подвергли резкой критике инициативы грузинских парламентариев. Это чемпионы двойных стандартов. Вот как можно у себя в стране иметь более суровый закон, а если Грузия в облегченном виде принимает похожий закон, то американцы резко против. Причем по возмущению, по-моему, они побили все рекорды. В эти дни я наблюдал, кто только не возмутился. В Сенате США предупредили, принятие законопроекта не только поведет политический процесс в Грузии в неверном направлении, но и нанесет вред рас атлантической интеграции страны и ее будущему в Европейском Союзе. Об этом же заявил и представитель госдепартамента США Мэтью Миллер. Возмутился и Ейнс Тоттельберг. Он всех НАТО, куда Тбилиси стремится 25 лет. Но в грузинском парламенте не принимают этих возмущений. Силы, которые выступают против принятия закона, очень грубо вмешиваются в дела нашей страны. Все их агенты, которые работают у нас в стране, боятся закона, потому что все их действия в Грузии сразу станут очевидными. Если уж нам в пример ставят западные страны, где якобы все так прозрачно, почему тогда все они выступают против принятия в Грузии этого закона? Парламентарии правящей коалиции предполагают, западный Димаш вызван попытками сломать налаживающиеся отношения между Тбилиси и Москвой. Они всеми силами добиваются отказа Грузии от нейтральной позиции по украинскому конфликту, срыва смягчающейся визовой политики и прямого авиасообщения между нашими странами. И по информации, которой располагают грузинские политики, в этом грузинская оппозиция активно помогает российские беглецы. Тоже, кстати, на западные деньги. У нас есть конкретная информация, что они работают на Великобританию, что английские спецслужбы работают с ними, и они там, значит, участвуют в различных провокациях, в различных проектах против России. Грузинские парламентарии уверены, что большая часть населения страны хочет знать, куда и на что идут западные деньги. Но противники законопроекта будут стоять до конца, лишь бы не скрыть истинные цели зарубежных проектов внутри страны. Более того, депутаты не исключают и провокации, которые в ближайшее время могут быть предприняты в отношении граждан России на территории Грузии. Георгий Джабишвили специально для телеканала «Звезда». Тбилиси. Грузия.